Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос. Я думаю, что есть ряд вещей, на которые нужно обратить ваше внимание. Вот именно в первую очередь, да? Потому что без этого, наверное, нельзя будет ответить на ваш вопрос полностью. В первую очередь, вы пишете, что встречаетесь с парнем уже 11 лет. На самом деле, это колоссальный срок. И за это время, совершенно очевидно, возможны два варианта. Либо вы создаете семью, становитесь мужем и женой, либо вы расстаетесь. Ну вот, в принципе, то есть вы, в принципе, расстаетесь, вы перестаете друг с другом встречаться, и каждый из вас идет дальше. Своим путем, условно говоря. Вот. То есть тут, как бы, есть какая-то вот неопределенность, Татьяна. То есть вы встречаетесь 11 лет с человеком, и у вас, судя по тому, что вы пишете, ну вот он не хочет с вами больше общаться. Он сказал, что типа, ну, что с вами не о чем, не о чем общаться, а не вы. То есть вас, я так понимаю, устраивало, что вы 11 лет с человеком встречались. Дальше. Отношения зашли в тупик, когда он начал говорить, что со мной не о чем общаться. Но это означает, по сути, что отношения себя изжили. То есть, кто-то из вас, кто-то из вас развивался, менялся, а кто-то нет. Кто-то просто вот оставался на третьем уровне. И в итоге стал попросту не интересным другому. А безусловного принятия партнера изношения не было. Опять же, вы пишете, отношения зашли в тупик. Когда он сказал, что со мной не о чем общаться. Но что такое отношения? Что вы вкладываете в это понятие? Как отношения могут зайти в тупик, если отношения без людей невозможны? Что отношения – это человек. То есть, человек определяет эти самые отношения, а не отношения определяют людей. Здесь получается, что вы, ну, здесь получается, что вы перенесли ответственность в себя на отношения. Потому что, я еще раз повторяю, отношения в тупик зайти не могут. Отношения человека, да, могут зайти в тупик. Но не отношения как таковые. То есть, если парень говорит, что с вами не о чем общаться, то вы, соответственно, можете это обсудить и, соответственно, опять же, к чему-то прийти. То есть, я имею в виду, что вы можете прийти, там, к какому-то решению, да, что, допустим, вы, к примеру, не говорю, что это вот так, но просто к примеру, вы попробуете что-то сделать, допустим. Вы попробуете, там, ну, допустим, что-то изменить, что-то поменять. Да? То есть, вот, и тогда, да. То есть, ну, можно, можно, можно что-то сделать всегда. А, здесь получается, вы говорите, что отношения должны в тупик, и всё. Дальше. Объяснил он это тем, что в отношениях должна присутствовать эмоциональная, моральная и материальная составляющая, если вы понимаете о чём я. Нет, если честно, не понимаю. По крайней мере, я, вот, боюсь, что не понимал, что вы имеете ввиду. Ну, то есть, сразу, чтобы вот было как-то понятно, да, сразу, чтобы было как-то понятно, что мне не понятно, а именно, вот, что вы вкладываете в это, в это, вот, в это, ну, в это понятие. Мне не, мне не ясно, что вы вкладываете в это, если честно. Какое значение вы в это вкладываете, вот, ну, в то, что вы говорите. Это, мне кажется, то, что, ну, нужно, в первую очередь, исследовать. То есть, что значит эмоциональная составляющая, что значит моральная составляющая, то есть, о какой моральной составляющей вообще может идти речь в отношениях. А что каждый, опять же, из вас понимает, вот, моральная составляющая. То есть, ну, это вот какие-то очень такие, знаете, вещи, может быть, они и важные, может быть, они и правильные, но, на мой взгляд, они абсолютно лишены какого-то содержания. Вот, ну, своего, вот, и из-за этого это просто, знаете, какие-то просто вот такие абстрактные вещи, да, совершенно абстрактные вещи. Ну, вот, которые можно, вот, как, как угодно использовать. Тут вот он говорит, значит, моральные и эмоциональные и материальные составляющие. Вот. Как бы, ну, а что понимается под этим? Что понимается под этим, под этим составляющим? Как эти составляющие, ну, как эти составляющие можно, не знаю, понять, например. Вот. А материальные составляющие, это как? Так, ну вот, эээ, серьезно, вот как это, эээ, что каждый из вас, да, понимает под этим, почему одиннадцать лет все было хорошо, вот, одиннадцать лет все было окей, а потом, вот, вдруг, внезапно, да, что-то поменялось, да, то есть, как бы, ну, стало уже, стало не устраивать, то есть, ну, вот, а это, эээ, это, мне кажется, странно. Мне кажется, это очень, эээ, странная позиция, эээ, именно вот, эээ, молодого человека, поэтому непонятно, поэтому непонятно. Дальше, в итоге решили разойтись для того, чтобы понять наши чувства. Эээ, ну, как правило, эээ, расход, эээ, редко, эээ, когда помогает, нет, он, конечно, не может помочь, безусловно, но это чаще ведет к совершенно обратному эффекту, который, на котором мы, который, эээ, изначально рассчитывали людям. Вот. Так что, я не хотел бы, ээээ, как-то, знаете, вас, эээ, ну, не знаю, пугать или что-то еще, но, эээ, здесь вот, ваша, ваша позиция, да, она, такая вот, она, ну, достаточно поспешная, и она не самая дальновидная здесь, то есть, эээ, как бы, вот, расставаться, да, с человеком, который будет два месяца, там, один, один след, вот, блин, когда отношения зашли в тупик, ну, то есть, тут и дело не в чувствах, как я понимаю, то есть, то есть, как бы, ну, чувства-то они могут быть, эээ, у вас, а дело не в чувствах, дело именно, дело именно в том, что вам общаться не о чем, если я правильно понимаю ситуацию, вот, а это не, это не решится с расставанием, как бы, понимаете, но, такой момент, поэтому, поэтому здесь я могу сказать только, только то, что вы использовали такой, самый простой, но, самый, эээ, такой опасный способ. Эээ, дальше, это делать не могу понять, что я чувствую к этому человеку, иногда кажется, что я потеряла полностью эмоциональную составляющую в себе. Что вы имеете в виду? Это, опять же, вопрос, что вы имеете в виду? Потому что, честно говоря, непонятно, опять же, что вы имеете в виду. То есть, вы, эээ, потеряли, эээ, составляющую эмоциональную в себе, имеется в виду, что вы без молодого человека себя никак не чувствуете, эээ, никем не чувствуете, эээ, и так далее. Или вы имеете в виду что-то другое. Вы имеете в виду что-то другое, что у вас к нему нет чувств, что у вас к нему нет ощущений, никаких, допустим. То есть, в зависимости от, эээ, ну, в зависимости от того, что именно у вас есть, в зависимости от того, что именно с вами происходит, в зависимости от того, как, эээ, о чём именно идёт речь, эээ, можно давать, эээ, разные рекомендации здесь. Понимаете? что именно. Поэтому я и, вот, пытаюсь у вас, эээ, выяснить эти моменты. Эээ, говорю вам о том, что, ээээ, говорю вам о том, что это важно. Что это не, ну, что это не просто какие-то вот с неба взятые, с неба взятые аспекты. Вот. На самом деле. Хотя вам может, ну, вам может так казаться. Хотя, конечно. Вот. Понимаете? Но, на самом деле, это, это не так. Вот. Далее вы, ээээ, значит, пишите о том, ага, как можно проверить, что я чувствую к этому человеку. Какие условия должны пройти, чтобы это понять. Ну, я думаю, что условий, как таковых, никаких, не, эээ, не нужно. Эээ, просто разобраться в себе, ну, вы можете это сделать, ээээ, с помощью психолога. Просто за один след вы могли привыкнуть. Тут нужно понять, где привычка, а где вы настоящая. Понимаете? Вот. Вот. То есть это будет сделать вам самой сложно, потому что вы за один след просто привыкли. Вот. Я бы сказал, что если у человека есть своя какая-то цель, вот если у человека есть свои какие-то установки, свои какие-то цели, вот. И, при том, что эти цели есть, человек не, эээ, начинает, условно говоря, меньше думать о партнёре, что в таком случае отношения и чувства они истинные. Но, опять же, здесь дело не в вас, а в молодом человеке, который, собственно, и стал инициатором этого. То есть ваша логика, она, ну, логика того, что вы делаете, она вызывает вопросы. Молодой человек сказал, с вами не о чем говорить, и вы решили расстаться. Ну, где-то молодой человек сказал, так. Вот. Молодой человек, не вы. И почему вы пытаетесь разобраться в своих чувствах тогда, если это, как бы, молодой человек предложил? Ну, я бы сказал, что это, опять же, непонятно. Вот. Что касается условий, то никаких условий нет, никаких условий нет. Это всё индивидуально для каждого человека. Вот. И какие, вот, какие есть ресурсы, например, у вас, да? Какие, какие есть ресурсы у вас, и какие есть ресурсы, там, допустим, у молодого человека. Это нужно выяснять на самом деле. И уже где-то, вот, где-то, вот, на основании этого делать, ну, какие-то выводы. Вот. То есть я думаю, я думаю так. Я думаю так. Можно ответить вам на вопрос, на вас. Вот. Заранее хотел бы, конечно, я извиниться, если этого, ну, недостаточно было, если вам, для вас это оказалось мало. Вот. Ну, если вот мало, то, что я вам сказал, если этого было мало, для вас. Вот. Ну, наверное, больше, а, больше, вот, пока что, больше сказать, наверное, ничего нельзя. Потому что, потому что, слишком, слишком мало информации о вас. Слишком, слишком мало информации о вас и о том, что там происходит. Вот. Вот. Так что, примерно такая история. Примерно, такой момент. Я думаю, что, в любом случае, подумать над чем у вас будет, подумать над чем у вас есть. А разбираться все равно нужно с этим всем непосредственно на консультации. Вот. Потому что так очень поверхностно все. Вот. Ну, в любом случае, такие определенные, определенные аномалии, скажем так, начинаются уже, когда вы говорите, что 11 лет вы встречаетесь с человеком. То есть, это очень большая срок, вы до сих пор не определились с отношениями. Он до сих пор не определился с отношениями к вам, и это, конечно, как бы настораживает. Потому что, насколько человек вообще был изначально серьезно настроен к вам, насколько вы мотивировали его на то, чтобы быть серьезным с вами. Вот. Это очень важный, на мой взгляд, момент. Вот. Поэтому, для начала, нужно просто сделать анализ всех ваших отношений. И уже тогда, я думаю, что будет какое-то понимание, да, того, с чем мы имеем дело, и тогда уже можно будет о чем-то говорить. Я думаю, что вы, кстати, я думаю, что вы сами при анализе отношений сами поймете, поймете, увидите все важные моменты, которые имеют место быть. И, соответственно, если мы подойдем к вопросу достаточно серьезно, вот, то вашу проблему можно будет решить. Решить. И решить достаточно быстро. Так это мне видится. Вот. Так мне видится. Вам ответ на ваш вопрос. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы его сделаете лучшим, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...